итак вот он наш триммер байкал который мы разобрали вот я так сказал либо лопнут бак если сильные такие вот потеки также я забыл сказать про вот эту резиночку это резиночка у нас очень сильно рассохлась из под нее может может также лица бензин засасываться в систему охлаждения и соответственно отсюда лететь также пробка вот если пробка будет пропускать и через нее будет лица то же самое будет засасываться и соответственно будет отсюда лететь вот но об этом мы сейчас не будем разговаривать мы будем говорить с вами о сцеплении так я собственно и предполагал здесь лопнула пружинка вот она и соответственно сцепление не работает она постоянно в раз в разомкнутом в таком положении вот и катушка будет крутится у нас не переставая вот да видите как я и говорил у нас с под пробкой течет бензин вот сейчас я его солью чтобы он нам не залил весь стол мы приступим нам надо поменять пружинку вот желательно после такого как пружинка лопнула вам раскрутить вот эти вот четыре болта и посмотреть куда тоже делась вот эта вот часть скорее всего она прилипла там на магните и где-то крутится вместе с магнитом когда стример заведется она может выскочить и попасть под зажигание разбить модуль зажигания вот это дело надо сделать сейчас я откручу и посмотрю вот через это маленькие датил дырочки вы ничего не увидите тут всего-то четыре болта откручиваются они шестигранником на 4 либо бывают они еще под отвертку сделаны данный триммер судя по всему видал работает в нещадном режиме потому что состояние инструмента конечно ужасно так четыре болта открутили и снимаем верхнюю вот эту крышку алюминиевую здесь у нас вот они есть два с этой стороны тоже вот он упора таких направляющих за ними аккуратно тоже чтобы они не вылетели это вылетит и прилипит к магниту вы не заметите соответственно потом заведете триммер теперь просто делаем визуальный такой осмотр смотрим здесь когда-то видите отломила ребро скорее всего то же самое пружинка попала была та же самая проблема уже наверно когда-то а а может даже сейчас его отломила вот магнит снимать чтобы посмотреть другой стороны мы не будем туда довольно трудоемкий процесс так вот я посмотрел осколка нет скорее всего он вылетел просто очень большая ветровые потоки создаются и его вынесла но проверить это надо дальше пружинку вот мы поставим новую сцепление конечно же новое мы не будем ставить вот поставим новую пружинку можно при всем желании при усилии и конечно же натянуть при помощи специально специально обычного крючка даже можно сделать проволоку крючок и натянуть его сюда вот но мы так не будем делать мы сейчас возьмем открутим один болт поставим ее и это был снова закрутим вот это поверьте мне проще чем делать всевозможные крючки усилия привык прилагать пытаясь натянуть и откручиваем подводим поршень повыше но не верхнюю мертвую точку а чуть-чуть не давать не доводим до нее где-то метр берем запускной канат и запихиваем его туда внутрь отверстика еще немножко мы это делаем для того чтобы нам застопорить коленвал потому что если запихивать что-то сюда в магнит можно отломать лопасть и тому подобное запихали в коленвал заблокировали и всего делов вот берем ключ на 17 в данном случае и откручиваем одну одно и скрепление то есть либо это либо это собственно неважно сейчас это дело сделано конечно тут очень туго сидят там под ней находится шайба на 8 ее не потеряем убираем теперь берем пружинку надеваем ее сюда и надеваем ее сюда и вот таким вот способом упираем край один сюда один туда и собираем ее лучше конечно надо было бы перчатки одеть это прищемить можно пальцы себе теперь немножечко поправляем все наша пружинка уже на месте одета теперь наша задача положить шайбочку сюда вот а натягивать проволоками тягивал я раньше ну по времени это получается даже дольше проще вот так вот раскрутить натянуть и закрутить сейчас я подтяну вытаскиваем наш запускной канат и ставим на место свечку пружинка поменяна ставим корпус смотрим что вот эта вот штучка у нас попала вот в это отверстие и это вот попала вот в это отверстие это вот железки это здесь когда-то стоял такой вот хомут защита бака он отломался даже ставить не будем собираем прикручиваем эти четыре болта так что как только вы услышали что ваш тренер посторонний звук стал издавать звон какой-то и у вас начала вращаться гарнитура то есть это или катушка или нож сразу же глушим его потому что могут повреждения быть еще хуже если эта пружинка выскочит и попадет под под зажигание под модуль она может вам еще и зажигание разбить и магнит все лопасти поразломать сразу же глушим снимаем штангу и соответственно делаем осмотр вот теперь сцепление поменено сейчас мы прикрутим палку вот поменяем пробку чтобы не текла или прокладочку туда положим сейчас еще посмотрим это было вот и все пружины если нету под рукой новой можно согнуть старую это тоже не сложный процесс берем горелочку вот такую любую другу хоть обычный газ у вас дома какой есть и при помощи двух плоскогубцев то есть одними вы держите вторыми гнете нагнул я уже их и не раз сделать это можно даже в домашних условиях ничего тут сложного нет вот выгинаете просто все главное грейте на горячую на холодную греть прям до красна должна была нагрета и также если сюда поставить и какое-то время она еще проработает но конечно лучше потом поменять на новую потому что гнуть при бесконечных нельзя сейчас она еще раз согнете она отломится все уже больше там гнуть то нечего итак дорогие друзья вот он наш триммер байкал на котором мы с вами поменяли пружинку сцепление сейчас мы его запустим и посмотрим как он работает как видим работает нормально на холостых у нас катушка стоит на месте не крутится и только когда даем обороты начинает движение заходите на наш канал заходите на наш сайт всем удачи пока